Дмитрий Книга 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 Дети радовались, что есть настоящий Дед Мороз. Детей развлекали аниматоры в костюмах любимых персонажей. Правда, в сказочных героев перевоплотились не только они. Среди маленьких гостей были замечены Белочки, Человек-паук и Принцесса. Дмитрий Книга 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 «Праздничный наряд для лесной королевы». Вот уже 24 года этот творческий марафон собирает самых талантливых и рукодельных ребят. В этот раз в нем приняли участие порядка 700 юных жителей муниципалитета. Растет и профессионализм работ. Чем конкурс запомнился в этом году, расскажет Юлия Пагасян. Как никогда много людей собрал вместе конкурс «Праздничный наряд для лесной королевы». В холле кинотеатра «Искра», где проходила выставка лучших работ участников, не протолкнуться. Более 700 подделок. В этом году не только елочные игрушки. Среди работ конкурсантов – декоративные украшения для интерьера. В этом году они более качественные, более интересные. Вот каждую работу хочется рассматривать. От них идет тепло, от них идет какая-то такая радостная красочность, потому что они очень разнообразны по тону, по цвету, по замыслу. Работы очень красивые, дают настроение. И каждая работа, повторюсь, поздравляет нас с Новым годом. С Новым годом я поздравляю всех жителей Ленинского района. Районный конкурс «Праздничный наряд для лесной королевы» проходит уже в 24-й раз. Цифра внушительная. Бессменный организатор – Центр детского творчества «Импульс». Каждый раз его сотрудники привносят в конкурс что-то необычное. В этом году появилась новая номинация – «Новогодняя открытка с авторским поздравлением». Пока заявок на участие в ней немного. Традиционно самое массовое количество работ в номинации по изготовлению елочной игрушки. Надежда Васенкова – одна из тех, кто стал в ней призером. У девочки почетное первое место. Очень сильно рада. Так все, прям перенеполняю чувства. Первое-первыхое место, которое я занимала. После подведения итогов конкурса участники уютно разместились в Большом зале кинотеатра, чтобы посмотреть новогоднюю волшебную сказку «Морозка», подготовленную сотрудниками Центра детского творчества «Импульс». На огонек заглянул и Дед Мороз. Дети большие молодцы. Такую вот замечательную выставку удалось нам благодаря их работам организовать. Глобальная выставка. Много хороших работ, много победителей в этом году. Потому что очень сложно мне вместе с жюри было выбрать достойных красавчиков. Но вот все-таки награда нашла своих героев. Каждый ребенок унес с собой домой массу ярких впечатлений и подарок в виде сладкого набора конфет. Юлия Пагасян, Владимир Бежонок, Ольга Садовская. Видно этого. Традиционный открытый кубок главы Ленинского района по большому теннису состоялся на базе парк-отеля Орловский. За звание лучших боролись 64 участника, но в финал удалось выйти немногим. Наш корреспондент Анастасия Воронина расскажет подробнее. Кубок главы по большому теннису на базе парк-отеля Орловский проводит с 2013 года. И каждый раз в нем принимают участие спортсмены из разных городов России. Таких как Москва, Сочи, Калининград, Рязань, Калуга и, конечно, Видное. Игроки на наш турнир попадают по рейтингу. Наш турнир имеет высокую четвертую категорию. Входит в календарь всероссийских теннисных турниров. Чтобы на него попасть, надо иметь определенное количество рейтинговых очков. Ольга Сорочкина выросла на теннисном корте. С 9 лет она профессионально тренируется и завоевывает на соревнованиях призовые места. К турниру за кубок главы она отнеслась очень серьезно и настроилась исключительно на победу. Каждый день у меня тренировки по 2 часа плюс фитнес по часу. Главное не расслабляться и быстро бегать. И, конечно же, думать головой – это самое главное. Большой теннис – игра, требующая полной отдачи и внимания. Это борьба воли, духа и характеров. Тренер Павел Ситников считает, что спортсмен должен быть хорошо подготовлен не только физически, но и психологически. Теплые руки, теплые ноги, разогретые мышцы и все. И обязательно с холодной головой. Это другого напутствия нельзя никому сделать. Ни одному спортсмену. Все участники волновались. В каждой игре ощущалась напряженная атмосфера. Ведь проигрывать никто не хотел. Соперники, равные по силам, боролись до конца. В итоге первое место заняли теннисисты из Москвы. Среди девушек Марина Василевская и Ярослав Простаков среди мужчин. Сегодня был уже пятый матч за турнир. Я считаю, что я показал сегодня, ну, если не идеальный теннис, то процентов 85-90 от того, что могу. Вот, хоть счет легкий, несмотря на это, все геймы были достаточно упорные. То есть, расслабляться нельзя было нигде. В данном турнире у нас участвовали, потому что уже многие проиграли, 12 мастеров спорта. И год от года уровень этого турнира становится все выше, выше, выше. А со следующего года он будет еще выше, потому что в этом году нам удалось сертифицировать эти корты. Для подготовки к следующему турниру, который также пройдет на базе парка «Отель Орловский», у спортсменов будет целый год для улучшения физической формы, исправления ошибок и тактики. Анастасия Воронина, Владимир Бежонов, Елена Кошлева, Видное ТВ. И о погоде. В четверг ожидается небольшой снег. Днем будет минус 9, ночью минус 10. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. На сегодня это все. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова